Валентина Это я усвоила Имею в виду, твой ангел-хранитель больше тебе не поможет Интересно, о ком это вы говорите? У тебя что, их несколько? Я про твоего спившегося сыщика, который на свидание к тебе приходил Фотографии приносил, обещал что-то А что с ним? А бросил он тебя Предал, взял деньги и сбежал Причем навсегда Я вам не верю Может мне не верить, но Теперь тебя отсюда никто не вытащит Срок закончится, сама выйду Ну это мы еще посмотрим Срок может тебе продлить А потом еще продлить Я серпеливая Дождусь Колония, место очень опасное Всякое может случиться Здесь не все доживают до конца срока Что случилось? Я сбегу Что ты сказала? Мне нельзя здесь оставаться Он что, тебе угрожал? Он сказал, что больше меня здесь защитить никто не сможет Так я смогу Мы все тебя будем охранять Снова даю Спасибо, Герза Но если начальник решит меня убрать Ты ничего сделать не сможешь Я помогу Помоги Помоги мне сбежать Вместе сбежим Тут есть место в заборе Через него посылки передают Без досмотра Только надо как-то всех отвлечь Когда? Дальше что? Дальше что? Дальше в разные стороны В город добираться будем По одиночке А что с этой одеждой? Надо же узнать по ней Слушай, ну украдешь одежду Что объяснять надо? А я поняла На автобус не садись Лови попутку Вот телефон Если меня зайти на автобус Ты хочешь Герза, ты А мне если надо будет Я тебя из-под земли достану Ясно? Спасибо вам Хватит тюлячих нежностей Разбежались Я же говорила, чтобы ты не звонил по этому номеру Это срочно, у нас ЧП Что случилось? Сильный пожар Почти вся колония горит А мне до этого какое дело? Хотя под шумок Можно было бы с Валентиной разобраться Ты это хотел сказать? Не совсем Я хотел сказать, что Валентина сбежала Что? Да, с ней сбежало еще несколько человек Думаю, они умышленно подожгли Алло, вы меня слышите? И ты вместо того, чтобы их ловить, звонишь мне? Да я тебе руки-ноги подрываю, а потом и до погонов доберусь Деньги за что брал? Да мы все решим, только не надо звонить, сами знаете кому А с чего мне тебя прикрывать? Хотел все равно скоро узнать Ну хорошо, но пусть узнает после того, как мы их поймаем И это ведь хорошо, что Валентина на свободе Неужели? Да, так с ней значительно легче разобраться Мало ли что с ней на свободе может быть Там не знаю, машина сбила, кирпич на голову упал И главное лишних вопросов никто не задает Она сбежала Нет, не надо прятать ребенка Она рано или поздно за ним придет И так ее легче будет схватить на месте преступления Валентина 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спокойно! Спокойно! Я дру в машину! Быстро! Быстро! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему до сих пор в тюремной одежде? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня денег нет, я воровать не умею. Почему вы мне помогаете? Я друг Громова. Ты в курсе, что тебя ищет не только полиция? Кто еще? Полиция за побег из тюрьмы. Люди деда за похищение ребенка. Есть еще костоломы на БМВ. Это люди Эллы. Не видела их? Нет, не видела. Где Громов? Неизвестно. Возможно, убит. Начальник колонии сказал, что он меня продал и уехал. Но я не верю. Почему? Вполне возможен вариант. Он мог слить весь компромат. Элля. Громов приходил ко мне. Он сказал, что у него в тайнике есть документы. Я знаю, где этот тайник. Я хочу туда съездить, проверить. Хорошо. Я отвезу тебя. Спасибо. Дам тебе немного денег. Купишь себе одежду. Спасибо большое. Только учти, больше тебе помогать я не буду. Да, я понимаю. Вы и так много для меня сделали. Да. Спасибо. 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 Так тут самого интересного нет. Как я убила Егора? Действительно интересно. А как? А главное зачем? Да по ошибке. Попросила старых друзей сестру убить. Хотела вместо нее замуж за Егора уйти. Не такую. Хорошо. Нет. Нет. Поехали! Алло, Щепка, это я. Ага. Мне неприятности. Быстро ты. Меня ищут. Всех ищут, не только тебя. Щепка, ты можешь мне помочь? Постараюсь. Что надо? Мне нужно спрятаться на партнере. Хорошо, помогу. Я же обещала. Я перезвонила. Хорошо, спасибо. Куда мы идем? В безопасное место. Ты же просила? Да, спасибо. За тобой только полиция вылится? Нет, еще два каких-то мужика на черной машине. Я не знаю, кто они. Не хочешь, можешь мне рассказать. Щепка, я правда не знаю, кто они. И что им нужно, не знаю. Спасибо, мне нужна всего лишь пародия. Да что решат эти пародии? Я должна передать документы одному человеку. Какие документы? Которые доказывают мою невиновность. Ладно. Мы пришли. Ладно. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Знакомая папочка Это что? Собирай все, мне не нужно ничего Отдай мне Сашу, зачем он тебе? Как это? Зачем? Меня только из-за этого в доме держат Вся комбинация была из-за этого придумана Ты убил его отца Мне только его Я мать тоже убила Эмма была твоей родной сестрой Тебе не жалко было? Ни капельки Родители ее любили А меня нет Считали злой, завистливой Даже если это так Как можно не любить ребенка? Ты Сашу не любишь? Нет Вот это неправда Я его очень даже Ценю Он моя кредитная карточка Мой кормилец Моя страховка Ну ты же понимаешь, что рано или поздно все раскроется А когда это будет? К этому времени я уже буду очень далеко Причем со всеми деньгами его дедушки Ты ради денег на все готова, да? Конечно Дальше что? Папку с компроматом уничтожат Тебя тоже С Сашей что будет? Пока все останется по-прежнему Но ты не сомневайся Надо будет И Александра убью Как говорится Ничего личного Только деньги Какая же ты тварь! А ты вот почти святая И что это тебе дало? Папку сжечь И ее убить Следы за собой все убрать Только не при мне Окончание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Герза А ты кого ожидала видеть? Ангела хранителя? Нет, я Ангела хранителя Себе по-другому представляю А ты оказывается Вообще к жизни не приспособлена На зоне тебя чуть не замочили. На воле то же самое. Да. Непонятно, где опаснее. Ну и что делать дальше больше? Мне нужно забрать своего сына. Как ты себе это представляешь? Он тебя вообще не знает. Сколько ему было, когда вы расстались? Да. Что-то я об этом не подумала. Что делать? Ну как что? Познакомиться надо с ребенком, подружиться. За это притереться, что ли? Сложная у меня ситуация сейчас, чтобы притираться. А как ты себе представляешь? Здрасте. К вам мама приехала. Ты хочешь, чтобы ребенок заикаться начал? Доброго. Как ты вообще? Ничего, нормальная. Голова крошится только. Ела сегодня что-нибудь? Нет. Ела. Ой. Так, ладно, пойдем ко мне. Пельменями накормлю. Крюс, а какие пельмени? Мне нужно к Саше. Угу. Чтобы на глазах у ребенка еще и умереть с голоду, да? Я не могу. Что? Что? Я не могу. Я не могу. Все это? Мам, а ты позовешь Того клоуна? Зачем? Я хочу с ним поиграть Сычка в разбойников Позовешь? Нет Почему? Тебе что, жалко? Я его уволила Причем навсегда Ты-то на никуда не играешь А теперь клоуна не хочешь разводить Прекрати ныть Достал уже Вот тебе магазин игрушек Иди играй А ты? А мне надо отлучиться по своим делам Все, иди Бар! 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 Б Привязывай. Осторожней, чтобы в мешке не было больно. Хорошо получилось. Отлично. Ты когда вырастешь, можешь стать доктором. Я не хочу быть доктором. Почему? Они мало зарабатывают. А кем ты хочешь стать? Миллионером или искать динозавров. Настоящих динозавров? Александр! Саша! Прости, пожалуйста. Саша! Прости, мне нужно бежать. Мне тоже. Я тут. Пока, Саша. Женщина, бахилы надеваю. Оля! Не узнала, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый день. Почему вы здесь? Виновата гражданин начальник. Ну, какой я вам гражданин начальника? Яков Адуллевич, а что же вы так смотрите, не узнаете? Нет, ну, чего же? Очень даже узнаю. А чего вы хотите? Деньги нужны. Думала, может, получится здесь поработать. А документы у вас есть? А вы меня плохо знаете, Игорь Андреевич? А вот видите ли, Валентина Ивановна, тут из полиции приходили. Сказали, будто бы вы вроде сбежали. Да. Значит, поработать не получится, да? Может, вы мне тогда денег одолжите? Одолжить? А вдруг это будет расценено как пособничество или, не дай бог, соучастие? А мы разве с вами и так не соучастники? А давайте я прямо сейчас позвоню в полицию. Пусть они и приедут, и решат. Соучастники мы с вами. Или нет. Ну что? Не стоит себя так утруждать. Привет. Привет. Мне сказали, что ты тут? Да, только не говори, я никому что-то вымытываю, я уже ухожу. Вера, у меня кое-что есть для тебя. Что? Откуда это у тебя? Из архива. Он же сгорел. Ну, как видишь, этот документ не сгорел. Наташа, если тебе нужны деньги, я тебе заплатить не могу. Валя, ну какие деньги? Спасибо большое. Валя, ты главврач приказал. Все уничтожить. Все. Я думала, это Мерзликин. Да. А не, до собака пора. Ты что, думаешь, Мерзликин берет деньги и с главврачом не делится? Да, я знаю, что это так. Наташа, возьми. Это что? Черная бухгалтерия Мерзликина. Здесь написано, кто, сколько и когда ему давал. Да, да. Это же бомба. Почерк Мерзликина ни с кем не перепутаешь. Я надеюсь, это попадет в нужные руки. Даже не сомневайся. Они оба получат на заслуги. Я даже с свидетелем пойду. Спасибо тебе. Вам помочь? Да нет, спасибо сам. Чуть не забыла. Хотела попросить у вас немного денег. Опять. Ну, вам что, жалко? Ну, я с ребенком целыми днями вожусь. У меня же должны быть хоть какие-то радости в жизни. Хорошо. Немножко, сколько? У меня появились непредвиденные расходы. Ты уже об этом говорил в прошлый раз. Ну, это просто унизительно. Ну, что же, я должна просить на все? На все самое необходимое? Необходимое, девочка моя, у тебя есть. И даже чуть больше. А вот это неправда. У меня вообще нет ничего своего. У меня нет никаких ни накоплений, ни гарантий. Если что-то случится, я с ребенком окажусь одна на улице, нищая. Запомни, Сашка, это мой внук. И пока ты с ним, ты будешь в безопасности и в достатке. А если с вами что-то случится? А я оформил на него завещание. А почему на него? А если с ним что-то случится, что будет со мной? А я помню, если ты допустишь, что с ним что-то случится, то деньги тебе не понадобятся, девочка моя. Я об этом тоже позаботился. Это звучит как угроза. Ну, воспринимаю как-то, не знаю еще. Вы что, мне не доверяете? Пока, Сашке, хорошо, тебе тоже будет ха-ро-шо. Это ваша благодарность за все, что я для вас сделала? Запомни, если бы не он ноги твоей в этом доме, не было бы. Иди, сыном занимайся. Саша! Саша! Саша, привет! Ух ты, ты пришел! Я пришел сказать тебе спасибо за то, что ты залечил мне лапу. Давай поиграем? Нет, я не хочу с тобой играть. Почему? Потому что ты тогда не извинился. А за что? Перед игрушками, которые ты разбросал. Я хотел, но забыл. Ну, тогда до свидания. Извини, я больше так не буду. Со мной не будешь? Или со всеми игрушками не будешь? Со всеми не буду. Александр, ты где? Я тут. Немедленно иди ездить. Ну, где ты бегаешь, что ли? Опаздывать нехорошо, ты знаешь. Война войной, обед по расписанию. Дедушка! А? А у меня для тебя секрет. Да ты что? Что это секрет? Мы с Мишкой разговаривали. Да ты что? Ты с Мишкой разговаривала? Да. А где? Вон там, возле фонтана. А что за Мишка? Ну, обычный. Из магазина. Тот, который мы с тетей лапы лечили. А-а-а. Знаешь что, давай сейчас мы пообедаем, а потом пойдем поговорим с этим Мишкой, ладно? Угу. Давай, оставайся. Только его там нет уже. Да? Только маме не рассказывай. Хорошо. Что это мне не надо рассказывать? Поговорящего Мишку в саду. Что за говорящий Мишка? Да он врет все. Ребенку не хватает маминого внимания. Вот он и придумывает. Вы что, намекаете, что я мало занимаюсь ребенком? Что намекать-то? Сама все знаешь. Да я вот пришла сказать, что нужно усилить охрану Александра. Ну и что же случилось-то? Вы помните ту сумасшедшую, которая хотела у меня его забрать? Да. Она же в тюрьме. Или что, срок закончился? Нет. Она сбежала. И куда же смотрел начальник колонии, а? Не знаю. Мне кажется, что он вообще предатель. Мы ему столько денег заплатили. Ну, прикажу, чтобы его кастрировали. Правильно. Только не забудьте усилить охрану дома. Угу. Прямо сейчас и займись. Хорошо. Хорошо. Привет. Мы очень рады тебя видеть. Я тоже. Поиграем? Конечно, поиграем. А хочешь, мы с тобой сбежим. Куда? На самый край света. Мы там будем только втроем. И никто нам не будет мешать. А будем играть с сыщиков в разбойников? Конечно, мы будем сыщиками, а разбойники нас никогда не найдут. Круто! Мне нравится эта игра! А кто тебя научил играть в эту игру? Один добрый пьяница. Он переоделся в клоуна. И мы играли. Как будто он меня похитил. Он говорил, что он сыщик. И за нами гладят разбойники. А ты потом видел этого сыщика-клоуна? Он остался в подъезде. И мама его уволила. Причем навсегда. Саша, а он что-нибудь тебе еще говорил? Он рассказал мне тайну. У меня есть настоящая мама. Слушай, а ты сможешь мне описать, где именно вы играли? Ты помнишь это место? Угу. По словам Саши, они где-то здесь играли. Неудачное место для детских игр. Смотрите, это... Не нравится мне это. Это что значит, что... Его убили, да? Ты ракет пуль. Я знала, что он не мог меня бросить. Я знала, что он не мог сбежать. Мам, у меня горло болит. Не надо есть столько мороженого. Иди поешь чего-нибудь горячего. Я не хочу есть, я хочу спать. Так иди ложись. Чего ты ко мне предстал? Я хочу, чтобы ты меня пожалела. Так, или не ной, или иди вон ложись. Вон там твоя детская. Давай, без тебя проблем хватает. Эй. Это ты? Привет. Только нам нужно тихо, чтобы никто не услышал, что я здесь. А что ты делаешь? Я хочу тебя переодеть, потому что ты весь мокрый. Давай ручки сюда. А носки зачем? В носки я насыпала волшебную горчицу. Давай. Она будет греть тебе ножки. А еще я принесла тебе волшебный напиток. Здесь мед и лекарства. Держи. Вкусно. Все. Теперь утром ты проснешься здоровым. Не уходи. Я не могу остаться. Но я хочу, чтобы рядом с тобой был Мишка. Ты же его помнишь? Приходи завтра. Я постараюсь. Ты можешь меня не учить. Просто поиграем. Поиграем. Хорошо. Обещаю, что приду. Только ты никому не рассказывай, что я была здесь. Хорошо? Спокойной ночи. Дедушка, а я выздоровел. Да? Ну и молодец. А ты научишь меня плавать? Конечно. Только чуть попозже. У меня сейчас дела. Ты иди погуляй. А потом аргуз будем есть. Давай. 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 Мальчик в бассейне! Ты никогда не утонешь! Почему? Потому что я всегда буду рядом с тобой! А если бы я утону, ты бы меня вылечила? Конечно, вылечила бы! С ним все в порядке! Подожди! 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 Иди сюда, мальчик! Иди сюда! Как ты оказался в воде? Ты не играл и никого не было! А где твоя мама? Почему она за тобой не смотрит домой? Быстрее! Вы кто? Я няня! Я няня из соседнего дома! Я просто услышала, что он упал! Я с ним встречалась в детском городе! Она умеет лечить медведя! Так значит, вы знакомы с моим внуком? Он мне про вас рассказывал! Про говорящего медведя! А мы думали, что это его фантазия! Он очень хороший мальчик, который часто играет один! Вот точно! Скажите, а вы не хотите стать его нянькой? Что вы сказали? Я предложил вам стать его нянькой! А мама его не будет против? А! Она им совсем не занимается! А что у вас там случилось? Да ничего уже! Где ты шляешься? Иди сюда! Познакомься с новой нянькой! Я с прислугой не знакомлюсь! Видите? Она не против! Вот, держи! Я нашла тебе новую мальчику! Скажи, откуда у тебя этот мишка? У меня такой уже был! Можно я посмотрю? Конечно! Бери! Спасибо! Держи! Это мне подарил клоун-пьяница! Помнишь, я тебе про него рассказывал? Да, помню! А еще он рассказал мне секрет! Элла мне не мама! У меня есть настоящая мама! Да! А скоро придет моя настоящая мама? Скоро! Скажи, можно я пока ее возьму себе? Конечно! Бери! Спасибо! А можно я еще возьму твой компьютер? Хорошо! Хорошо! А ты пока ложись! Тебе нужно немножечко поспать, отдохнуть! Ну, говори, что ты такого важного мне хотела сказать! Хочешь найти свою сбежавшую из колонии знакомого? Я знаю, где она теперь находится! Где? Никогда не догадаешься! Хватит со мной играть! Мы с тобой не подружки! Где она? Прямо сейчас она находится у тебя дома! Что? Да не может быть! Ты не врешь? А где деньги? Извините, пожалуйста, я бы хотела с вами поговорить! Что-то случилось с Сашкой? Нет! Точнее, да, но давно еще, когда он родился! Не понял! Я сейчас объясню! Я раньше работала акушеркой в роддоме! К нам пришла девушка рожать! Одна, без отца, в тяжелом состоянии, под дождем! Это была мать Саши! Элла? Нет! Ее сестра близнец! Эмма! Сестра? А у нее что, есть сестра? Была! Пару дней спустя после родов она оставила ребенка и избежала! И где теперь эта женщина? Она погибла! Разбилась в автокатастрофе вместе с вашим сыном! А что с ребенком? Его усыновила! Точнее, мне помогли сделать документы, что это я его родила! Так я не понял! Это сын твой или Егор? Саша сын Егора, но по документам официально я его мать! А Элла? Элла! Элла сестра Эммы, которая всегда хотела жить в роскоши! Она узнала, что Эмма встречается с вашим сыном и решила, что это ее шанс! Она убила свою сестру и заврала ее ребенка! Зачем? Чтобы войти в ваш дом матери вашего внука! А все документы на ребенка у тебя? Это пытались уничтожить! Элла разыграла спектакль с похищением, отставила меня и меня посадили! Это она Егора убила, да? Да! Точнее, люди, которые на нее работают! Зачем ей это было нужно? Честно говоря, мне кажется, что Егор стал случайной жертвой! Абзурд какой-то! Я ничего не понимаю! У тебя есть доказательства? Да! Покажи! Пойдемте! Мне помогал один человек! Он какое-то время следил за Эллой! Он оставил мне видео, на котором Элла сама все рассказывает! Вот! Я вам его покажу! Так тут самого интересного нет! Как ее убила Егора! Действительно интересно! А как? А главное, зачем? Да по ошибке! Попросила старых друзей сестру убить! Хотела вместо нее замуж за Егора выйти! А эти придурки и Егора! Пришлось на ходу придумать всю эту историю с ребенком! Что ж получается? Я пять лет искал убийцу Егора, а он жил все это время в моем доме? Получается так! Мне очень жаль! Она сбежала из колонии! Это она хочет украсть моего ребенка! Тебя как зовут? Эмма или Элла? Что она уже вам наплела? Ты не ответил на мой вопрос! Да кому вы верите? Но она же преступница! Я отсидела, потому что ты меня подставила! Ты отсидела, потому что хотела украсть моего ребенка! А потом тяну деньги из семьи Егора! Ну деньги пока тянешь из меня! Ты Валентина ни копейки не попросила! Вы что, меня попрекаете? Если так, то я возьму ребенка и уйду! Не смей прикасаться к ребенку! Это мой ребенок! И закон о моей стороне! Ребенок не твой, это сын Егора! Конечно, мой! Она хотела его усыновить! Но только ради денег! Она же даже его не любит! Сашу родила твоя сестра Эмма! Она все врет! Если был бы жив Егор, он бы все подтвердил! Это ты Егора убила, да? Что? Ты Егора убила! Ну конечно нет! Я любила Егора! Я видел видеозапись, где ты признаешься в убийстве моего сына! Ну это все неправда! Не подходи! Ну сейчас посмотрим, правда это или нет! Разберемся! Иди сюда! Отпусти его! Пропустите меня к машине и дайте уехать! Тогда обменяем ребенка на 2 миллиона долларов и забудем друг от друга навсегда! Я знаю, что это за игра! Это игра в сыщиков-разбойников! Заткнись! Это не игра! Все выяснили, да? Это, это, это все неправда! Да? По-моему, неправда ты мне всегда говорила! Все эти годы врала! Нет, нет! Да, да, да! А я дурак верил! Доверчивый стал из-за внука! Старею! Стан сентиментальный! Не подходи! Я обещал задушить убийцу голыми руками! Я это сделаю! Вы не сможете! Да! Сейчас посмотрим! Не бойся, она тебе больше ничего не сможет сделать! Я его знаю! Она меня не любит! Это потому, что она не твоя настоящая мама! А скоро придет моя настоящая мама? Скоро! Она уже рядом! А кто она? Я твоя мама! Спасибо, Андрей, все! Спасибо! А что с телом делать? Избавиться или полицию вызывать? Полицию вызови! Это была самозащита! Принял! Дед, ты ранил? Немножко! Немножко! Это же все по наружку! Конечно! Это игра! По наружку! А ты ведь поняла, что сегодня ты нам жизнь спасла? Мне и Сашке! Скажите, а ваше предложение, чтобы я была няней Саши, все еще в силе? Ну, а почему нет? Побудь немного няней! Потом посмотрим! Няня! А можно я тебя буду называть мамой? Конечно, можно! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok